Добрый день, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Сегодняшние гости, вернее, сегодняшние гости нашей студии – Наталья Осипова, генеральный директор коммерческого центра «Авиацкий». Добрый день. Здравствуйте. Да, просто волнуюсь, потому что Наталья – наши гости, которые бывают в нашей студии нечасто. Я сейчас посмотрел, последний раз вы у нас были в марте этого года. Боже мой. Давнее. Целое лето прошло. Да, лето прошло, надо сказать, незаметно. Ну, как бы и не было. В этом году лето как-то прошло незаметно даже для синоптиков. Да, действительно. Традиционно напоминаю, что на нашем сайте «Кирво.ру» есть аудио и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, зайдя на наш сайт, вы заранее можете узнать о том, кто будет у нас в гостях, в особом мнении, и с помощью специальной формы задать интересующий вас вопрос. Вы знаете, Наталья, вспоминая предыдущая наша передача, в том числе «Особое мнение», мы часто с вами говорили о каких-то творческих, культурных проектах, в которых вы принимали непосредственное участие. И вот очередной проект. Ну да, в последний раз я вам говорила, что всё, больше никаких проектов никогда. Да, да, вы говорили о том, что да, вы завяжете, поставите точку. Но вот всплыл такой проект под названием «Школа писательского мастерства», «Creative Writing School». Совершенно точно, «Creative Writing School». Да, всё верно. В предварительной беседе по телефону вы мне сказали о том, что это проект, который делает абсолютно кировская команда. Кировская команда, но базируется этот проект в Москве. Это не абсолютно кировская команда, это... Ну, давайте уж расскажу вам всю поднагодную... Давайте изначально, да. Как оно было? В ноябре прошлого года в наш город приехала Майя Кучерская, известная писательница, автор многих очень хороших книг, в частности, самая, наверное, известная книга «Современный Петерик». Она приехала в гости, и среди прочих вещей мы с ней придумали сделать писательскую школу. И идея, которая родилась здесь, в Кирове, в ноябре месяце, потом обрастала мясом до лета, и, собственно говоря, полгода моей жизни всё это придумывалось. Давайте поясним, что такое писательская школа. Человек пришёл и научился писать? Да, мы на себя взяли вот такую невероятную наглость, что за две недели летней школы мы научим людей писать. Конечно, к нам не приходили люди, которые вообще ручки, пера в руке не держали. К нам приходили всё-таки люди уже мотивированные, которые уже попробовали себя либо в роли сценариста, либо в роли биографа. К нам пришли журналисты, к нам пришли пишущие люди на прозу. Блогеры приходят на ум. Приходили? Вы знаете, как это ни странно, нет. Но мы посмотрим. Летом школа прошла невероятно успешно и неожиданно успешно. То есть, на самом деле, мне кажется, что сегодняшний наш с вами разговор нужно было бы озаглавить так. Что же делать бизнесменам вперёд кризиса? Бизнесменам вперёд кризиса заниматься культурными и образовательными проектами, уходить в соседние ниши. Потому что бизнесом в наши сложные времена чем ты меньше занимаешься, тем спокойнее. Вы имеете в виду традиционный бизнес? Производство, торговля? Я имею в виду торговлю и производство, в которых сейчас стагнация и стагнация устойчивая. Но мы об этом позже. Но мы об этом позже поговорим. Но я хочу сказать, что именно в это время свою активность стоит направить в области культуры и образования. Потому что что мы неожиданно для себя, невероятно удивившись, обнаружили? Что к нам пришло 700 заявок. В общем-то, без особой рекламы. Потому что такое счастье, как в городе Кирове, где у меня в информационных партнерах устойчиво была группа компании «Медиа», в частности Эхо Москвы, в Москве у меня такой поддержки нет. И в Москве нас опубликовала афиша и кольта. И, в общем, спасибо им огромное за это. Но какого-то такого вот партнера, информопартнера, как здесь, у нас там не было. Но, несмотря на это, нам пришло 700 заявок на 70 всего лишь мест в школе. И мы получили неожиданный для себя результат. Мы увидели тех людей, которым это надо. И вы знаете, это очень приятные люди. Это люди умные, мотивированные. Это люди, которые понимают, что времена не выбирают, но мы можем выбрать себя. И если ты оказываешься вот в такое время, не то чтобы безвремения, а во время кризиса, внутри которого ты, в общем, ничего особо изменить не можешь, то зато ты это время можешь сконцентрироваться на развитии себя. И, в общем, это, конечно, стандартный такой ход. Во времена кризисов заниматься саморазвитием. Нам пришла очень приятная публика. И как мне не хотелось... Это было в прошлом летом. Это было этим летом. Этим летом. Это было в июле месяц. В июле месяц мы провели первую летнюю школу в течение двух недель. И вот сейчас, 6 сентября, на сайте нашего проекта Creative Writing School, Lead School Pro, появится альманах. То есть можно будет посмотреть вообще, чему мы людей научили, что смогли делать наши выпускники. И под большим нажимом мы сейчас набираем осеннюю школу. И, собственно говоря, это очень забавно, но анонс и старт проекта я практически сейчас объявляю. Потому что именно сегодня у нас стартует конкурс в осенний проект. Осенний проект, который будет с октября по декабрь. Уже немножко в новом формате. Раз в неделю, в более неторопливом. Проект рассчитан на осеннюю депрессию, когда хочется медленно, со вкусом писать. Хочется? Конечно, хочется. А что вы делаете, когда вам грустно? Вот Николай Васильевич Гоголь писал, например. Гуляю задерцаем. Знаете, как Гоголь писал «Вечера на хуторе Близзеканьки»? Приехал Гоголь карьеру строить в Петербург. Грустно в Петербурге, холодно, мокро. И вспоминал он цветущую, пахнущую, радующий взгляд в Малороссию. И написал, чтобы развлечь себя «Вечера на хуторе Близзеканьки». Вот всем нам надо поступать, как поступал Николай Васильевич. Писать. Заявки принимаются со всей страны сейчас? Абсолютно. И сейчас еще абсолютно точно будет развиваться формат заочной школы. Мы его продумываем, мы тоже, там нужно его технически хорошо сделать. Он точно будет, но пока еще не выстроен. Наверное, ой, боюсь сейчас наврать, но надеюсь, может быть, к весне запустим заочную школу. Но к нам приехало очень много людей со всей России, в том числе из города Кирова. Мне приятно вам сказать, что были у нас из этих 70, один человек был из Кирова. А что за человек? Захар Шинсон. А в обычной жизни он? Он учится на сценариста, в Афгике, и пришел к нам в школу поучиться альтернативным методом. И сказал, что, в общем, очень много практических навыков за эти две недели он получил. Понятно, что проект негосударственный. Ну, не знаю, насколько он статусный, вот его значимость вообще в литературном мире. Что это дает человеку обучение? Ну, вот, представляете, проект только родился. Этим летом, в июле, только-только первое наше детище, летняя школа. Вот сейчас мы только-только набираем осеннюю. Говорить о том, что мы добились уже каких-то высот, пока я могу гордиться только тем, какое внимание к нашему проекту привлечено. Ну, и вот будет альманах, который покажет первый наш результат. Конечно, пока говорить о каких-то результатах очень рано. Но то, что проект привлек огромное количество людей уже, что, например, в летней команде людей, которые делали проект, было около 30 человек. И в осенней команде, например, знаете, какие люди у нас будут набирать мастерские? У нас поэзию набирает Дмитрий Быков. Проза набирает... Ну, и без звезды, в том числе, слушатели МРХ. Абсолютно точно. Проза набирает Майя Кучерская. У нас появляется «Фантастика» с Анной Старобиницей. У нас появляется «Критика» с Галиной Юзюфовичем. У нас появляется очень интересный курс, вот как раз, наверное, на блогеров рассчитанный. Автобиография мы его назвали, автобиографическая проза, которую будет читать Екатерина Лямина, профессор высшей школы экономики. И вот если говорить про команду, то действительно, большая часть команды технической проекта, то есть юристы, бухгалтеры, художник и программист, это Киров. Но у нас, конечно, писатели и преподаватели первой величины Москвы. В основном это высшая школа экономики, но и очень известные писатели. Я так понимаю, вот сейчас как раз на сайте нахожусь, да, этой школы, библиотека читания, именно Тургенева, да? Все будет на этой базе происходить. Да. Добро в перевод 6. Да, мы сотрудничаем с библиотекой имени Тургенева, они нас приняли под свое крыло, они очень хорошо расположены в самом центре Москвы, и летняя школа проходила там, и осенняя будет тоже там. Подобных проектов никогда не было? Подобных проектов много. Подобные проекты есть в гараже, подобные проекты есть на других площадках московских, но, как мы говорим с Майей Александровной, наш проект лучший. Почему наш проект лучший? Потому что, с одной стороны, у нас действительно звезды первой величины. Вступительную лекцию в летнюю школу, первую лекцию в летнюю школу читала Авдотья Смирнова. На этот раз это будет Мила Улицкая. Это действительно... Это не просто известные имена, это практики, это люди, которые знают, как быть писателем, как стать писателем, и с которыми участники нашего проекта могут напрямую общаться. Но, с другой стороны, мы всё это делаем с большой энергией, любовью. Мы не халтурим, мы стараемся уделять внимание мелочам, мы продумываем довольно много разных конструктивных вещей, чтобы действительно человека за короткое время, то есть наша идея, используя западные технологии, школа называется Creative Writing School по-английски, мы как бы этим намекаем, что у нас есть некоторая ориентация на западную традицию обучения письму. Сколько этой традиции уже? Ну, это старая, давняя традиция. Десятилетий. Десятилетий, разумеется. То есть это традиция американских и европейских вузов, где обязательно учат письму. А у нас немножко эта традиция разрушена, и сегодняшний элит-институт, например, конечно, уже... Ну, не хочется критиковать коллег по цеху, но он не настолько актуален по тому, чем он может научить. То есть он не приспособлен, да, уже как-то к нюнешнему слову? Да, он рассказывает по результатам и по методике преподавания. Он немножко наследует советское прошлое. И вот та другая западная традиция обучения письму, технологии письма, приема письма, она, в общем-то, в России не очень знакома и известна людям. И, с одной стороны, у нас такая просветительская цель привить пишущим людям эту новую традицию, это новое умение, эти новые навыки и технологии, вы понимаете, Владимир, что сейчас все пишущие, мы с вами все писатели? Да, интернет нам дает такую возможность. В первую очередь, безусловно, да. Мы все ведем страницы в социальных сетях, многие из нас пишут какие-то блоги. Мы все писатели, мы в большей степени сейчас писатели, чем читатели. Поэтому вот привить и повысить эту среднюю писательскую культуру, это вот такая наша большая миссия, задача, с которой, я надеюсь, мы будем справляться, но, конечно, я сейчас говорю о будущем. А повысить до какой планки вы предлагаете дойти? Совершенству нет предела. Мне хотелось бы коснуться еще коммерческой составляющей этого проекта. Спасибо. В чем коммерческая составляющая? Смотрите, в Москве, вы спросили про конкурентов. В Москве много проектов, которые бесплатные. Которые, например, есть школа русской журналистики, спонсируемая Прохоровым, в которую конкурс, и там можно учиться бесплатно. У нас была довольно принципиальная установка, что у нас нет никаких спонсоров, у нас нет никаких серьезных финансовых и моральных, и идеологических обязательств. Мы свободны, потому что мы ни у кого денег не берем, но деньги мы собираем с наших слушателей. С одной стороны, мы так получаем самоокупаемость. Это проект самоокупаемый. Он не коммерческий, он не зарабатывающий. Денег мы не зарабатываем. Мы эти деньги, сколько собираем, раздаем в качестве, ну, раздаем на разные уровни обслуживания этого проекта. За аренду, заработные платы и так далее. Введение сайта, в общем, на технические и прочие, на рекламу мы не тратим ничего. То есть мы тратим деньги только непосредственно на обслуживание самой школы, самого проекта. Вот. Но, с другой стороны, эти деньги собираются у слушателей, и мы получаем немножко отобранного и финансового слушателя. То есть к нам приходят, в общем, люди, у которых деньги есть. То есть это, понимаете, не дешево участие в проекте? Я совсем потеряла с этим кризисом понятие дешево-дорого. Скажите, пожалуйста, за две недели напряженной работы летняя школа у нас стоила 20 тысяч рублей. Дорого это или дешево? По-моему, нет. Вот сейчас осенняя школа будет стоить 25, и это будет раз в неделю в течение 10 недель. В общем, я не знаю, дорого это или дешево. Я точно знаю, что человек, заплативший эти 25 тысяч рублей, иначе относится к делу. Но в каждой школе у нас будут обязательные бесплатные места. Вот сейчас мы объявили конкурс, и по итогам этого конкурса в каждую мастерскую два победителя зачисляются бесплатно. Плюс в соседней школе мы вводим еще одно новшество. Два еще места будут с 50-процентной скидкой. Ну так вот, маркетинговый ход. Ну, я бы не сказала, что это маркетинговый ход, хотя, конечно, тоже, по факту, да, но нам еще очень хочется талантливых людей к себе привлечь. Это на самом деле работа на результат, это работа на того участника проекта, который может потом стать действительно известным писателем, действительно звездой, действительно вот... Потому что, например, в проекте Марины Разбешкиной, которая учит будущих документалистов, у нее школа кино. Школа кино Марины Разбешкиной стала известна после того, как ее окончила Гагерманика. Было достаточно одного такого выпускника, чтобы школа стала известна. И мы это тоже очень хорошо понимаем. Мы очень ищем талантливых людей. И фильмы Гагерманики, они в том числе на Первом канале. Ну да. Да. Показывались, по крайней мере, не знаю, как сейчас. Да. Ну, есть такой факт, да, безусловно. Контакт, собственно, выход на школу только через интернет-сайт, да? Конечно, да. Лид-school.pro. Ну и через меня, вот я тут рядом с вами сижу. Вы хотели бы у нас поучиться, Владимир? Ну, интересно, по крайней мере. Да, а какой-то шанс, вот дальше выход на публику предоставляете выпускникам уже школы? То есть возможность быть опубликованным где-то? Есть сборник? Очень грамотный вопрос вы задаете. Летнюю школу мы набирали с обязательным таким призом в конце лучшую работу в каждой мастерской опубликовать. И мы действительно подготовили к публикации эти работы. Они выйдут в журнале истории, они выйдут, кажется, в летучебе, потому что я пока не знаю, где выйдет проза. Но кроме всего прочего, мы делаем свой альманах. И в сетевом альманахе мы публикуем всех, кто хотел бы там быть опубликован. Но проводя анкету по итогам школы, мы увидели, что для наших выпускников главное не публикации и не тот сертификат, который мы выдаём. А главное саморазвитие, главное та среда, в которую они попадают. Потому что пишущие люди — это одинокие люди. Они сидят и, создавая свой рассказ и свое стихотворение, они не знают, кому его показать. А мы создаём среду, где можно показать то, что ты с таким чувством и страданием, возможно, за ночь выносил. Вот ты можешь показать это своим соучастникам по проекту. Поэтому вот это оказалось для них важнее. Но мы сохраняем, естественно, альманах, мы будем всё публиковать в сетевом альманахе на сайте проекта. И, возможно, мы сохраним вот эту опцию. Мастер, а это всегда решает мастер, выбирает лучшую работу и публикует её в том издании, с которым он сотрудничает, которому он доверяет, которому он представляет своего ученика, своего выпускника. В общем, такая возможность есть. А вот ещё коммерческая составляющая, в каком смысле? Мне так по ощущениям не кажется, что вот эти западные технологии письма в том числе и обучают тому, как стать, не знаю, продаваемым, что ли, писателем. Да, конечно. Вот эта книжка будет продаваться, это плохо будет продаваться, это очень хорошо будет продавать. Поэтому тоже обучаете. Мы обязательно думали об этом, и мастера наши, в общем, рассказывали и даже показывали. То есть мастерская проза ходила в гости к журналу «Знамей», там встречались с редактором, к сценаристам приходили продюсеры, юристы, и тоже их учили продавать. Да, мы как раз об этом рассказывали, как выйти со своим произведением на другой уровень. Да, собственно, мы эту ступеньку и предлагаем. Мы как раз предлагаем людям, которые пишут и не знают, куда со своим произведением прийти, вот эту социальную структуру, через которую он поймет, что делать со своим произведением. Потому что одно дело, ты сидишь, пишешь стол, другое дело, ты хочешь опубликовать свое произведение и выйти уже в публичную сферу. Ну и заработать на нем, соответственно. Ну, наверное, заработать. Но ведь, вы понимаете, стать звездой, стать великим писателем. То есть мы не можем гарантировать всем, кто приходит, что вы станете завтра Достоевским. Безусловно, конечно. И чеховыми, нет. Мы этого не знаем. Нам самим ужасно интересно, что у нас получится. Будут среди наших выпускников Гоголя и Достоевские, или будут графы Хвостова? А если будут, вы потом будете у них спрашивать, вот мы когда-то дали тебе путевку в жизнь, ты нам обязан. Ну, мы будем ими гордиться. Я думаю, что они сами будут к нам приходить, потому что сейчас выпускники летней школы очень хотели бы продолжения, очень хотят снова встретиться с своими мастерами. Я думаю, что такое общение будет естественным, а вовсе не таким пальцем указующим, что вспомните-ка ваш должок. Еще раз напомню, всю информацию о школе писательского мастерства можете найти на сайте lidschool.pro, либо звоните нам, мы обязательно передадим Наталье Осипове ваше желание пройти обучение. Но я так понимаю, что... Вот форма заявки сегодня будет вывешена, это правило я анонсирую открытие конкурса сейчас. Мы говорим пока о очном обучении, то есть нужно будет физически присутствовать в Москве, туда ехать, если есть желание, собственно, жить и ходить на занятия. Пока для кировчан это, да, немножко сложно будет, но если будет заочная школа, конечно же, я обязательно расскажу на любимой моих Москве. Немножко хочу уже отойти от школы, ранее вы сказали, ну, не совсем, конечно, без понятную для меня фразу о том, что вот в нынешней непростое с экономической точки зрения времени вы советуете бизнесменам уходить как раз-таки в творчество, да? Уж не советую, куда мне советовать, что вы? Давайте поясним, что вы имеете в виду. Как ведь для многих в понимании культура, творчество абсолютно неподъемные с точки зрения финансов вещи, то есть на этом нельзя заработать. Нельзя заработать, но ведь мы разве живем только ради того, чтобы зарабатывать? Нет, духовная пища должна быть. Это даже не духовная пища, это некоторая такая внутренняя гигиена. Любой из тех людей, которые занимаются безусловно, бизнесом я практически не знаю тех, кто не занимался бы тем, что называется духовным саморазвитием. Я не знаю этих людей. Они как раз и пишут, они рисуют, просто если человек занимается бизнесом, он не очень афиширует и знает об этом, как правило, ближний круг. И те бизнесмены, которых я знаю, большинство подавляющее ведут очень много социальных благотворительных проектов. и меньше, к сожалению, меньше культурных и образовательных. Как-то культура у нас не так в этом смысле престижна. То есть вроде как благотворительностью, помощью детям заниматься престижно. А вот заниматься культурой вроде как бы избыточно. Сейчас не те времена. Я с этим совершенно не согласна. Мне кажется, что когда мы говорим, например, о развитии Кировской области, мы должны очень хорошо понимать, что поднять экономику Кировской области, это ситуация серьезная, системная и требующая больших усилий. А создать один культурный проект, который прогремит, который будет ярким, который презентует нас всей России, а может быть и шире всему миру, это реальная задача. И это та задача, которая поднимает престиж. У нас зазвонил телефон, я предлагаю переливаться все-таки сейчас на небольшую рекламу, раньше, чем обычно. Но мы продолжим после этой небольшой паузы. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня это особое мнение Натальи Осиповой, генерального директора коммерческого центра «Вятский». Ну уж наш сам Бог велел поговорить о текущей экономической ситуации. Она невеселая, надо сказать. Очередной взлет курсов валют у нас наблюдается. Падение цен на нефть, продление еще на год ответных санкций было. Начался процесс уничтожения санкционных продуктов. Кстати, вы знаете, на прошлой неделе у нас в Кирове нашли 6 килограммов литовского сыра, как сообщает ответственные органы, сожгли. — Ну, вы моих комментариев ждете? — Да, безусловно. — Санкт-Петербург возвращается. Мы будем говорить снова о литературе, да? — Ну а если с точки зрения экономики и менеджмента? — С точки зрения экономики и менеджмента «моразм крепчает» это называется. Я не знаю, что сказать по поводу уничтожения продуктов. Мне это совершенно непонятно. И это действительно пугающие такие меры, потому что они показывают, что есть люди, которые принимают такие решения. И вот люди, которые принимают такие решения, они, в общем, как это ни трагично, ничем не рискуют. Потому что вроде бы они действуют в рамках государственной идеологии. И вот этого какого-то нормального, здравого смысла, здравого смысла все меньше и меньше в действиях государственных чиновников, людей, которые решают нашу с вами судьбу. И это прямо трагично и страшно. Ну, если говорить о кризисе. Да, кризис развивается и кризис как бы стабилизируется. То есть мы стабилизируемся в этом состоянии. Мы в него, когда влетели, у нас еще был какой-то запас прочности. У нас было представление о том, что это временная мера, и она быстро закончится. Сейчас есть ощущение, что ничего не временно, что это надолго, и никто не знает на сколько. В качестве некоторой утешительной, если вы думаете, что я знаю на сколько, я тоже не знаю. Но мне точно так же, как всем нам, хочется верить, что ближайшая осень даст некоторые оживления финансовой и вообще деловой активности. И я его в Москве и Петербурге вижу. В Кирове, Владимир, пока я его не вижу. А какие предпосылки в столицах создают именно? Я не могу вам сказать какие предпосылки. Ведь вы поймите, люди, что такое кризис? Кризис – это время, которое провоцирует тебя на изменения, на принятие непопулярных решений, на понимание того, что ты работал до этого времени неэффективно. Если ты работал неэффективно до кризиса, то тебя общая ситуация удерживала на плаву. А в ситуации кризиса выживают только те, кто суперэффективны. И в этом смысле это, знаете, такие санитары леса кризиса. То есть они съедают всё малоэффективное и сохраняют только очень устойчивые структуры. Это вроде бы плюс. Но одновременный минус – съедают они всё начинающее, новое. То есть в ситуации кризиса стартовать с проектом, если вот это не проект Creative Writing School, образовательный и культурный, если это бизнес-проект, ну не то чтобы опасно, я не знаю, возможно ли. Но... Но с другой стороны, есть примеры, что в кризис родился какой-то бизнес, и эти люди афишируют, что мы вот такие сильные, мы смогли не успешно продолжать. И в Кирове тоже сейчас рождаются бизнесы. Например, я с удивлением, вернувшись из всех своих московских и питерских поездок, увидела расцвет такого формата, как маленькие булочные кондитерские. Вдруг их появилось много. Очень небольших, частных. Мне интересно, что будет с этим форматом происходить дальше. То есть кризис провоцирует, кризис ставит нас в жёсткую ситуацию затягивания поясов, но в ситуации малоподвижного бизнеса, то есть бизнеса, который не готов к изменениям, или в котором больших компаний, больших структур, где изменения долго принимаются, решения долго принимаются, вот эта инерция, она тянет вниз. К сожалению, в продуктовом бизнесе, в котором существует коммерческий центр «Виатский», в бизнесе аренды прямо слёзы. И да, чем меньше я хожу на работу, тем больше у меня денег, потому что каждый раз я прихожу на работу, ко мне приходят арендаторы и говорят, вот у нас всё так плохо, снести нам аренду, и я, конечно, снижаю. Потом ко мне приходят мои работники, и говорят, цены такие ужасные, поднимите нам зарплаты. И, в общем, вы понимаете, если я не прихожу на работу, я не принимаю этих ужасных, чудовищных, совершенно экономически бессмысленных решений. Но я не могу этого не делать, и мне очень грустно. Мне грустно. То есть этот процесс, по Вашим ощущениям, будет ещё продолжаться долго? Ну, здесь я просто цитирую тех экономистов, которые говорят о длительном, длительном периоде выхода из кризиса. То, что мы опять не смогли договориться с Европой, то, что у нас не произошло политического какого-то смягчения ситуации. Консенсуса. Ну, какие-то нормальные человеческие договорённости с Западом. Их не произошло. И новая волна санкций, она бессмысленна с двух сторон. Для Запада она тоже бессмысленна. Потому что, понимаете, 20 лет мы строили новый мир. Мир без холодной войны. Мир, в котором будет, возможно, глобальное, дружественное общение. И сейчас то, что происходит, это, конечно, возврат к тем советским временам, которые мы с вами так хорошо помним. Оно не может не расстраивать нас. Но, извините, для Европы это тоже плохо. Европа теряет Россию как рынок. Европа снова стала к нам плохо относиться. Мы теряем ее как культура. Отношение к русской политике и к русскому государству приводит на Западе к потере интереса к русской культуре и русскому образованию. Вот по поводу культурной разобщенности, наверное, последствия, вся явность этих негативных последствий, она намного позже проявляет себя. Она себя уже проявляет, конечно. Но и это все длинные процессы, Владимир, вы правы. Последствия эти мы будем долго-долго еще видеть, ощущать, как-то преодолевать. И пока, к сожалению, не видно какого-то конца. Мы продолжаем идти вниз. Вот эти все истории с сырами это, конечно, знаковые истории, говорящие о том, что мы продолжаем идти по пути наращивания агрессии, наращивания конфликтов. И мы гордо говорим, что у нас, у России, свой путь. Мы гордо говорим о том, что нам не нужны западные сыры, будем есть свои. В нашем месте. Да, но с точки зрения глобального развития нельзя не понимать, что любая торговля это межнациональное общение. Не знаю каких времен, с античных времен. Тут не может быть особого русского пути. Тут в любом случае путь интеграции. И если мы отказываемся от этой интеграции ради, вот хотелось бы понять, ради чего, ради каких идеологических плюсов мы от нее отказываемся, я не понимаю ради каких. И поэтому меня это очень как гражданина страны огорчает, а как человека, занимающегося бизнесом, заставляет тоже, ну, в общем, не развивать бизнес. Не развивать. А что касается поддержки местного, малого, верхнего и среднего бизнеса, представителями которого вы являетесь, на базе Рядской торгово-промышленной палаты, да, недавно обсуждалась эта проблема. Ощущение такой депрессии сейчас? Ну, когда ты приходишь на коллегию, наоборот, ощущение, что все хорошо. Все хорошо. Тебе показывают, на последней коллегии Рядской торгово-промышленной палаты речь шла о ярмарках и о том, как вятские, о поддержке вятских производителей, в том числе об их участии в ярмарках. И там было много красочных картинок. То есть это не ваша тема? Это по большому счету. Ну, почему не моя тема? Очень даже моя. Я ведь тоже в продуктовом секторе. Другое дело, что у меня было, да, ощущение, что я где-то там лет на 30-40 назад взывать сейчас бизнесменов «Участвуйте в ярмарках». Почему вы не участвуете? Мы организуем, а вы не участвуете. Бизнес так не работает. Бизнес работает спрос-предложение, выгода. И если этой выгоды нет, то только на совести и социальной ответственности бизнеса, которые, видит Бог, развитых кировских бизнесменов, они социально ответственные люди и так. Краснов делает огромную-огромную работу по продвижению вятского хлеба много лет. А гильдия пекарей и кондитеров вы имеете в виду руководителя? Совершенно точно. Совершенно точно. Но только на этом-то должен быть экономический смысл. Без экономического смысла не будет одними увещеваниями эта конструкция держаться. А ярмарки, это схема какая-то? Постоянно предлагается проведение этих ярмарок? Они же проходят уже. Они проходят. И насколько мне известно, насколько я понимаю, ярмарки были инициативой и идеей Никиты Юрьевича, когда он приехал в Кировскую область. И он много сделал, чтобы развить этот формат. И он его развил. Но если говорить о том, как это работает в Москве, то там, конечно, отлаженная схема ярмарок выходного дня, когда производители из соседних регионов, не всей страны, приезжают и торгуют колес своим товаром, эти ярмарки рассчитаны на то, что там можно подешевле купить какой-то экологически чистый, качественный продукт местного, другого, не московского производителя. Но в Кирове, представляете, если производитель есть, то, конечно же, он в магазинах представлен. Соответственно, может прийти покупатель и купить что-то, что он никогда не купит в магазине на ярмарке? Нет. Потому что если это кировский производитель, то он уже представлен в кировских сетях. Тогда в чем смысл? Те производители, которые приезжают из Кировской области, мне кажется, что да, они получают свою пользу, свой смысл. А кировским производителям в этом смысле нужно что-то другое. Нужна представленность в сетях. И я писала об этом в бизнес-новостях. Сейчас много мер по поддержке местных производителей и совсем нет мер по поддержке местных сетей. И мы, получается, работаем на одну, на один кусочек цепочки. Мы поддерживаем производителя, а куда ему с этим товаром-то? Где реализовывают? Нужно поддерживать и местные сети, которые сейчас не в самом лучшем состоянии. Кроме сети Globus есть такие небольшие сети, как наши сети, которым сейчас очень тяжело приходится, которые, конечно, проигрывают федеральным сетям. Мы проигрываем федеральным сетям. О развитии сейчас и в ближайшей перспективе речи не идет? Не идет. Не идет. По крайней мере, я пути этого развития не вижу. Я вижу необходимость остановиться, осмотреться, затаиться и, по крайней мере, не множить убытки, потому что о прибыли речи пока не идет. Слово, термин ярмарка уже прозвучало. Одно из самых обсуждаемых событий в последнее время ярмарка на Комсомольской. По последним данным городской администрации на месте ярмарки уже к первому октября этого года должна появиться парковка на 60 мест. Вернее, две трети современной территории ярмарки это стоянка будет занимать. Еще одна треть это такая пешеходная зона с лавочками, скамейками. Предприниматели продолжают, которые работают на ярмарке, продолжают настаивать на том, что мы никуда не уйдем, дешевле, чем здесь арендовом в городе, больше нету, мы будем продолжать пикетировать, в том числе поедем в Москву на пикет и так далее. Вы начистое. Ох, какой тяжелый выбор. С одной стороны, я понимаю, что, конечно, у администрации города есть все ресурсы и некая правда тоже есть, чтобы эту ярмарку убрать. С другой стороны, мне невероятно жаль тех людей, которые сейчас там работают. Им ничего не предлагают взамен. Это люди, которые кормят как минимум свои семьи. А вот как раз на этой неделе полномоченные по правам предпринимателей в Кировской области, в том числе и он, будет обязан какие-то новые места показать, предоставить, определиться должны быть. Ну, посмотрим. Но ведь, видите, там-то место рядом с вокзалом. Там место, рассчитанное на то, что можно... Ну, на большой поток людей. И если им предложат место... Лучше места просто нет. Поэтому, что им могут предложить? Не знаю. Поэтому... Но эти люди... У них нет ресурса, чтобы выиграть эту войну. У них есть только возможность героически ее проиграть. И, соответственно, конечно же, я на стороне тех, кто героически защищает свое дело, свою жизнь. это трагическая история. Мне их очень жаль. С другой стороны, тенденция вытеснения мелкого бизнеса вообще, умирание и убивание, добивание мелкого бизнеса, она настолько очевидна, что... Ну, ее можно констатировать. Это называется мы идем в сторону цивилизованной торговли. И в этом тоже ведь есть, Владимир, своя правда. То есть, мы же не можем проверить, чем они там торгуют. И, соответственно, мы не можем гарантировать качество товаров на этой ярмарке. Но покупатель тоже это знает, он осторожен, он зато меньше денег платит. В ситуации кризиса, конечно, администрации нужно беречь малый бизнес, прямо беречь, пылинки сдувать. В этом смысле никакие меры не будут лишними, никакая защита не будет лишней, потому что это те росточки живой экономической активности, которые потом не восстановить. Это как, вот знаете, растения выращивают. Когда они маленькие, их надо беречь. Защищаясь. Потом-то они и сами будут. А пока маленькие, надо беречь и защищаясь. А их, наоборот, затаптывают. Очень мне жаль. У нас остается буквально две минуты. Я хочу еще затронуть сферу образования. Этим летом появилась информация о том, что два крупнейших вуза Кировской области, Вятский государственный гуманитарный и Вятский государственный объединят. И вот буквально на прошлой неделе все-таки было уточнено, что это будет не объединение, об этом заявил глава региона Никита Белых, а это будет присоединение ВятГГУ к ВГУ. Так называемый опорный вуз будет создан. И процедура продолжаться будет в течение ближайшего года, как заявлено. У вас прямые связи собственно и с одним из этих вузов, ну, педомужда так называть, и в последнее время вы работали в Градском государственном политехе, вот вы как человек знающий ситуацию изнутри. Ну, я могу точно сказать, что преподаватели ни того, ни другого вуза этого не хотят. Что это административное решение, которое я вообще не понимаю, как будет технически осуществляться. И как любые крупные структурные изменения, оно требует крутых менеджеров, реформаторов, которые придут с новой схемой, способной все это осмыслить и реорганизовать. Структурные реорганизации в России, как мы с вами знаем, по грустному и долгому опыту, приводят к умножению административных единиц, к умножению чиновников, не к улучшению общей ситуации. Поэтому очень пессимистично я к этому отношусь. Есть два прекрасных вуза с прекрасными традициями. С одной стороны, учительскими традициями, вуз истории, вуз с прекрасными кадрами, с другой стороны, инженерными традициями, не менее знаменитыми, не менее хорошими. из этих двух хороших вузов сделаться одно общее хорошо будет трудно. Я хотела бы ошибаться, но, повторюсь, за год такие структурные изменения сделать нереально. Подготовительная работа, концептуальная работа, я не знаю, делается или не делается, и кем делается, это должны быть очень серьезного уровня менеджера, которые будут способны структурно изменить два вуза, чтобы создать нечто третье. Не верю. На этом приходится нам завершать программу. Особое мнение заканчивается наше время. Благодарю гостю студии Наталью Осипову, генеральный директор коммерческого центра Вятский. Надеюсь, что наша встреча состоится не слишком в отдаленной перспективе. Спасибо большое, до свидания. Спасибо вам, всего доброго.